Реконструкция Корниловского бастиона пройдёт в три этапа. Сначала очистят фасад от лишайников, мха, плесени и цементных вставок. Затем приступят к укреплению каменной кладки, реставрации полов и крыши, проведут инженерные коммуникации. После реставрации установят мультимедийное и выставочное оборудование. На фасаде предусмотрена архитектурная подсветка. Но главное, как и полвека назад, здесь будет гореть вечный огонь. То, что мы сейчас видим, вот выход из двери со второго яруса, там исторически был вечный огонь. Ещё в 50-е годы поставлен, он впоследствии был демонтирован, потому что работал на солярке. И сейчас это будет новое решение, по сути своей, это воссоздание первоначального его вида 50-х годов. Будет подведён газ, будет вечный огонь, тот, который был вторым-вторым Советским Союзом. Сегодня оборонительная башня под колпаком. Соорудили эту кровлю для защиты от дождя. Сейчас на объекте работают порядка 30 человек. Реконструкцию планируют завершить к апрелю этого года. Уже выделены около 12 миллионов рублей. Приводят в порядок и парк на Малаховом кургане. Выложена плитка, установлены новые бордюры и скамейки. Полностью восстановлена система наружного освещения. Мы сейчас провели работу о передаче кафе «Бастион». И правительство Севастополя, и губернатор приняли решение о передаче в оперативное управление кафе «Бастион», так как это муниципальное имущество, городское имущество. Конечно, мы там сделаем детское кафе. Полную реставрацию парка на Малаховом кургане планируют завершить в октябре 2018-го. Для этого по федеральной целевой программе выделено более 200 миллионов рублей. Елена Карнухова, Дельвир Меджитов и Антон Адамян. Информационный канал Севастополя.